Привет, Турклуб Пик! Я Максим, это Роман. Мы консультанты экипировочного центра Тормантана. На дворе январь, а мы начинаем готовиться к летним походам. Сегодня мы поговорим о рюкзаках, спальниках, одежде, обуви и аксессуарах для летнего похода. В то же время, так как Крым не располагает сложными маршрутами, будем стараться подбирать вещи комфортные, но в то же время не очень дорогие. Собираясь в любой поход, в первую очередь подбор снаряжения нужно начинать с обуви и с рюкзака. Но сегодня, в качестве исключения, мы сделаем немножко наоборот и об этом поговорим чуть попозже. Сначала поговорим об одежде, после чего будем эту одежду в рюкзак складывать. Первое, о чем мы хотели бы поговорить, это штаны. В данном случае речь идет о легких, тонких, быстро сохнущих синтетических штанах, которые ничего не весят и здорово продуваются, потому что Крым – это то, что может быть плюс 30 и плюс 35. Будет очень жарко. Очень многие предпочитают ходить в шортах, но мне не нравится такой вариант, потому что голень все равно может мерзнуть, и на самом деле любые штаны современные, которые очень хорошо тянутся, их можно закатать. Легким движением руки ваши штаны превращаются в шорты. Ко всем прочему, открыченные колени и локти – это нарушение техники безопасности. Подобрав штаны, мы займемся майкой. Тут два подхода. Опять-таки, это может быть майка с коротким рукавом, майка с длинным рукавом. Мне нравится майка с длинным рукавом, опять-таки, потому что руки сгорают, и их нужно постоянно мазать. Крем – это постоянно неприятно, поэтому проще накинуть рукав подлиннее и взять за основу вот чуднейшее летнее термобелье Montbell Lightweight. Это одна из наиболее тактильно приятных тряпочек. Вещь, которую можно носить просто не снимая. Или это может быть какая-то синтетическая футболка с коротким рукавом. Вот такая или такая. Футболка и штаны – это наша основная одежда. Когда солнышко, когда хорошая погода, когда мы идем, наслаждаемся походом и смотрим по сторонам. Но как только что-то пошло не так, например, завечерело, похолодало, мы должны утеплиться, потому что в одной футболке, в одних штанах, допустим, уже при плюс 4 или при плюс 10, нам будет достаточно холодно. Поэтому сверху я бы взял вот такую вот синтетическую курточку. Есть также варианты, когда это будет синтетический пуховичок или пуховая жилетка. Все эти вещи достаточно легкие. У них нет задачи спрятать вас в минус 40. Но у нас и не будет 40. Мы идем в Крым в мае, в начале июня. Но не беда, если вам стало просто холодно. Гораздо неприятнее, если пошел дождь. И куртка, которую, к сожалению, придется с собой тащить, это куртка мембранная. Не нужно брать 4, 5, 6, 8 или 20-слойные мембранные куртки. Возьмите какую-нибудь легенькую куртку. У нас есть для этого пара вариантов. Это совершенно чудная Севера Багар, которая ничего не весит. Или куртка Монбел Рейнденсер, которой, в принципе, достаточно для того, чтобы справиться с любым дождем в Крыму. Еще один утеплитель, про который стоит сказать, это флис. Но сейчас я бы не рекомендовал его брать, потому что он сильно уступает своим коллегам. Он продувается, он более тяжелый. И единственное его преимущество – это цена. Флис лучше, чем большой тяжелый шерстяной свитер. Я, как обычно, начинаю одеваться с самого начала. Первым делом у нас идет нижнее белье, синтетические трусы, комплект. Тонкого-тонкого, шерстяного терамбелья. На случай прохладной погоды, а также, чтобы в нем спать. Для тех людей, которые мерзнут даже летом. Так как в Крыму у нас тепло, шортики, например, такие, ничего не весящие. Есть вариант бриджи, чуть подлиннее. Сверху, естественно, футболки. Я бы рекомендовал взять с собой вещи с длинным рукавом. Потому что солнце уже активное. Есть вот такая тоненькая вещица, которая обережет ваши руки от обгорания для мальчиков. Либо, как вариант, можно взять с собой рубашку. К сожалению, рубашек для мальчиков нынче нет, поэтому показываю рубашку для девочек. Тоже прям вот чудесно. Естественно, ходовые штаны на дождливый день или на какие-то прохладные вечера. Самые несложные от компании Trangoworld, например. Вижу, что Рома выбрал точно такие же штаны, как и я, от фирмы Atsun. Потому что, ну, прям действительно отличные штаны. У меня они есть, например. В качестве утеплителя я выбрал, опять же, несложный вариант от компании Red Fox на утеплителе Polartec Alpha. Собственно, вот тоже один из представителей современного SoftShill. Собственно, достаточно теплый и в то же время не слишком. Надо заметить, что тема с Крымом с летними походами достаточно обширная и широка. Поэтому в качестве утеплителя вариантов невероятное количество. Нужно выбирать непосредственно под ваши конкретные цели и задачи. Есть, например, вот такая курточка от Manbyl. Тоже с утеплителем, но здесь буквально вот очень тоненький слой с начесом. Гораздо прохладнее, чем, например, вот эта. Кроме прочего, у меня тут присутствует часть женских вещей, потому что в прошлый раз мы обошли девочек вниманием. Женские вещи, в общем-то, выглядят прекрасно. Девочек по ходу ходят тоже немало, поэтому мембрана от фирмы Manbyl. Самый бюджетный вариант. Вот прекрасная куртка для Крыма, в общем, для летних походов, не дождливые регионы. Самое то, что нужно, я считаю. Ну и невероятного оттенка мембранной брюки к ней же. Не стоит забывать про тепловые и солнечные удары возможные, поэтому мы защищаем голову. Как вариант, это кепочка, либо один из лучших вариантов, если вы приемлете такие, это Панама. Мне маловато. Тем не менее, головной убор обязательно должен закрывать уши и должен закрывать нос, потому что солнце, в общем-то, светит практически вертикально, и вы сами не замечаете, как у вас обгорают вот эти части. Очень неприятно. Защищайте их. Плавно переходим от одежды к аксессуарам. Первая вещь в аксессуарах, которую я рекомендую взять с собой, это бафик из оригинальной серии. Тоненький, убережет ваш затылок от обгорания, как минимум, как максимум. Куча всяких разных применений можно ему придумать. Естественно, носки. Высота носка, опять же, зависит от высоты ботинка, которую вы берете с собой. Чем выше ботинок, тем выше должен быть носочек. Носки, естественно, влагоотводящие, согревающие носков нам не нужны с собой, будет и так тепло. Единственное, для особо мерзнущих можно взять одну теплую пару носков, в которой вы будете спать, если вот прям очень сильно боитесь замерзнуть. Самый главный аксессуар, который вам пригодится однозначно, это трекинговые палки. Крым не то чтобы гористый, но холмистый точно. Трекинговые палки помогут вам разгрузить ваши ноги, во-первых. Во-вторых, помогут вам сохранить устойчивость на неприятных поверхностях. Палки укороченные для девочек красивого цвета. А ты говоришь, мало вещей для девочек. Следующий аксессуар. Такой непромокаемый пакованщик для документов, для денег, для обратных билетов. Примечательный тем, что носить его можно не только в клапане рюкзака, но у него есть специальные отверстия для того, чтобы можно было повесить, например, на веревочку, повесить на грудь, на тело. Носить на себе. В обязательном порядке солнцезащитные очки. Следующие по порядку, но не последние по значимости, это фонарики налобные. Рекомендую брать фонарик, в котором есть красный светодиод. Количество люмен в целом не принципиально. Вам по большому счету не нужно делать ничего, кроме как светить себя под ноги в сумерках. Красный светодиод поможет вам в случае необходимости выбраться из палатки, не разбудив соседей. Можно мягко осветить небольшую площадь. Полотенце из микрофибры, так называемое, маленькое, в сложенном виде, но такого размера, чтобы можно было на нем полежать на пляже, потому что, в общем-то, Крым это тепло, Крым это море, вы наверняка захотите искупаться. И крайне рекомендуемый аксессуар, это мягкая складная фляжка, сворачивается плоский блинчик, можно положить даже в карман штанов, при необходимости разворачивается, набираете литр воды. Для тех людей, которые не хотят таскать фляжки в руках, как вариант, гидратор. Тасовывается в рюкзак, пьете из трубочки, все прекрасно. А теперь займемся самым сложным, что может быть, это обувь. Выбор обуви это всегда большая головная боль, как для вас, туристов, так и для нас, консультантов. Особенно сложно подобрать обувь в Крым, потому что существует очень много людей, очень много мнений. Мы взяли вот некоторую подборку обуви, которую так или иначе можно всю встретить в Крыму. С одной стороны, у нас там очень жарко, поэтому стоит взять какую-то простую и легкую обувь, возможно, даже сандалии. Это правильно. С другой стороны, у нас здесь же присутствует достаточно серьезный трекинговый ботинок, и его тоже можно встретить в Крыму. Как же правильно выбрать хорошую трекинговую обувь, чтобы это было и комфортно, и безопасно? Если вы приехали куда-то на базу с небольшим рюкзачком или вообще без оного, то стоит подумать о сандалии или легких-легких сетчатых дышащих кроссовках. Если у вас небольшие переходы, то 2-3 дня с постоянными остановками и докупкой продуктов, то стоит взять какой-то средний вариант. Если вы идете длинный поход, автономный, и несете с собой все продукты, и рюкзак у вас очень большой, то стоит подумать о большой трекинговой обуви. Даже несмотря на то, что в ней будет жарко, жарче, чем в этом, все равно стоит подумать об обуви пожестче, потому что это вопрос безопасности и целостности ваших ног. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!